Рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня очередная распаковка новых орхидей. Они приехали в мой отъезд, поэтому моя подруга Ала любезно согласилась получить посылку за меня. Собственно, видео также она сделала, за что я ей отдельную благодарность. При получении она это все записала, что мы сейчас можем видеть вместе с вами, в каком состоянии приехали растения. И размеры хорошо видны. Эти орхидеи приехали от такого поставщика, как сейдель из Бразилии. Они приезжают с открытой корневой системой. Я могу сказать, что меня удивили размеры гутаты. Я знаю, что, конечно, она крупная, но и не думала, что приедет настолько уже крупное растение данного поставщика. Она великолепна, безусловно. И даже есть новые почки у нее. Конечно, корни в растениях живых не оказалось, но она очень хорошо пошла в дальнейшем в рост. Также в этом заказе у меня было две скальные лаэли. Они места много не займут, но форма бульб у них очень красивая. Они такие мимишные, маленькие, красивые, пухленькие. И цветочки у них тоже привлекательные. Обязательно вставлю пример цветения. Каждый из этих орхидеи должны быть крайне красивыми. И поскольку они скальные, то, соответственно, субстрат должен быть подходящий для них. Для того, чтобы они хорошо росли и адаптировались. Безусловно, растения с открытой корневой системой сложнее адаптируются, чем те, которые приходят в субстрате. Но, опять же, зависит от внутренних сил растения, от того, есть ли какие-то скрытые заболевания у него или нет. Поэтому все индивидуально. Не бойтесь заказывать и знакомиться с новыми орхидеями. Не так страшен черт, как его молюют, я так скажу. И пока меня не было, Аллочка всех их посадила. Также, кстати, на корнях была обнаружена улитка. И даже у одной из лоэлей были такие вот выеденные дыры. Они, конечно, уже сухие оказались. Но, тем не менее, улитки ее, видимо, все-таки покушали. В мое отсутствие Алла всех посадила. Очень-очень благодарна, безумно просто. Потому что растения с открытой корневой системой. И все-таки им бы, ну, желательно было бы поскорее принять постоянную форму обитания. Что Алла сделала. Ну, а по приезду я забрала своих красавиц. Как они посажены, я вам сейчас покажу. Посадка вот такие глиняные горшочки. Это лоэлия фурнери. Вот такие задние бульбы у нее аппетитные. Низенькие и толстенькие. Но новые росты довольно вытянутые. Здесь у нас видно, что был чехол. В общем, посмотрим, когда у нас пойдут расти корешки. И вторая красавица размещена вот здесь. У нее уже более вытянутые бульбы. Это лоэлия бригерин. Вот она. Поближе. Здесь вот у нас был чехол. Он был зеленый, но он засох. Растение ранее не цвело. Вроде бы как-то. Еще не цвело. Так что будем растить. Надеюсь, попрут они у меня. Я их опрыскала там с витаминчиками. Посмотрим, как откликнутся. Это вообще красотка. Еще мне нравится лоэлия лукасиана. Она у меня тоже есть в заказе. Правда, через другого посредника я ее заказала. В общем, если придет, то будет у меня три лоэлии. Вообще замечательно. Здесь растет и цветет фаленопсис метусан квин. Очень ароматный. Ну и красивый, конечно, тоже. Так, ну и гвоздь программы, как вы можете видеть. Это вот этот вот слоненок. Сейчас название вам покажу поближе. Котлея гутата. Вариация леопардина. Ну тут, конечно, меня понесло точно. Я однозначно хотела скальных лоэлей заказать. А вот она мне попала под горячую руку. Увидела пример ее цветения. Ну и так мне захотелось. В общем-то, поэтому она у меня. Конечно, она большого размера. Если бы я растила ее где-то в саду или в теплице, она могла бы вырасти еще побольше, чем она есть сейчас. Слониха, конечно, ничего не скажу. Но это двулистная котлея. Значит, поливать ее нужно будет чаще обычной какой-то вот котлей, среднестатистической, так скажем. Двулистная, я заметила, они любят попить побольше. Конечно, при условии, если есть чем пить. Потому что в Гутате пока что пить нечем. Корней у нее нет вообще, потому что, когда корневой приходят, вот отсюда и такая ситуация. Ну и смотрите, то, о чем я рассказывала. Две почки, с которыми она пришла, они уже уалы стали расти. И сейчас они уже заметно подросли по сравнению с тем предыдущим видеороликом, который я вам показывала. Посадка здесь. Посмотрим сейчас. На дне там камни, пеностекло. В общем, субстрат такой вот. И камушки даже тут есть. И пенопласт. Ну, в общем, для котлей хороший субстрат. Пусть теперь обживает его. Будем ждать новых корешков от нее. Тоже ее опрыскивали там. И витаминчиками, и виталайзером. Красивое растение. Главное, цветшее уже неоднократно. Вот тут у нас обрезки старых цветоносов. Но поскольку рядышком она стоит с котлеем нервом, это гибрид лодилисиай и баврингиан. Крупное растение приехало. Конечно, она способна цвести шапкой цветов. Но все, что меня пока что ждет, это два цветочка. С каждого чехла по одному бутону. Ну, вы знаете, она стоит вдалеке от ламп. То есть непосредственно под лампами. Поэтому я довольна и такому результату. Посмотрим вообще на цветение и ароматное ли оно будет. Ну, в общем-то, нам надо пока что обзнакомиться с ним. Кстати, заглянув кали в гости, я увидела цветущую, снова цветущую французскую лису. Францис Фокс. Называйте, как хотите. От этого ее цветения не станет менее прекрасным. В этот раз это два цветочка, но они так же красивые, они так же ароматные. И в это время года цветонос у нее оказался покороче. В общем-то, наладила связь. Молодец с ней. Что касается фаленопсисов, они у нее тоже прекрасно цветут. Вот такой гибридный фаленопсис. Невероятный восторг. Много листьев. А хапка цветов, я напишу количество цветов в роспуске, стоит на полу, потому что на подоконнике такому слонику места не оказалось. Но великолепен, согласитесь. Если вы напишите какие-то слова восхищения, я думаю, что ей будет очень приятно прочитать их. Также зацвел у нее хибики, которого мы получали вместе, делили. Вот мой быкует, не хочет цвести. А у Аллы прям связь. У нее, честно говоря, замечательно растут дендробиумы, фаленопсисы и котлейная группа. Кто-то уже размеры цветения вот зацветает. Поэтому бравым я осталась под впечатлением. Так что могу сказать следующее. Количество влияет на качество определенным. В моем случае у меня очень много орхидеи. И, честно говоря, с малышом я за ними не очень успеваю. Не совсем логично получать новые растения. Но я думаю, что с частью фаленопсисов я расстанусь. Какие-то гибридные, скорее всего, уедут к новым хозяевам. Ну а я запасаюсь терпением. Надеюсь, в скором времени будут какие-то положительные сдвиги у этих прекрасных растений. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok